Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. Русская кибернетика о самом новом и значимом российской электронной музыке в еженедельном радио-шоу и подкасте. Привет, дорогие друзья! Летом 2021-го электронным музыкантам выбирать не приходится. Выступать на больших фестивалях, клубных вечеринках или домашних и загородных событиях. Разнообразие, честно говоря, небольшое, но на его фоне никуда не исчезает студийная работа. Создавать новую музыку хочется регулярно. Кому-то вообще без перерывов, а кому-то с периодическими моментами вдохновения. Друзья, в потоке Александр Киреев, и я не до конца уверен, что вы только что слушали. Если вы на FM, то, разумеется, это качественная селекция от русской кибернетики. Если же это поток облачных музыкальных сервисов, то представить достаточно сложно, что это была за песенка и музыкальный жанр. Между тем, до некоторого времени вполне понятного главенствующим электронным жанром на танцфолле было техно. Его какое-то минимальное звучание и породило множество мемов, хейтеров и даже амбассадоров. И это музыка, которая лучше всего раскрывается на большом звуке, в больших пространствах. И вот эти все вибрации динамиков проникают в ваш организм и заставляют пульсировать каждое кровяное тельце внутри вашего тела. Сейчас же жанр, по нашим наблюдениям, находится в процессе концептуальной трансформации. Точно появятся новые переосмысления. О том, что понаделала Нина Кравец, мы поговорим еще позже. И наш проводник в теорию современного минимального технозвучания, петербургский музыкальный продюсер Фил Дементьев, представляющий проект «Теория 27». Привет, Фил. Привет, здравствуйте всем. Буквально на днях «Крем сода» популяризаторы песни мема «Плачу под техно» выпустили пластиковую переупаковку песенки Алены Сверидовой «Розовый фламинго». Ты уже посмотрел, послушал это? Нет, если честно, не слышал ничего об этом. Был занят более важными делами. Ну да, можно взглянуть в клип, чтобы получить прививку от ужасного. Выработать антитела китчивости, и, как говорят комментаторы, получилась шедевральная дрянь. А мы поговорим сегодня о том, как можно фрешануть наше техно, так же, как Гудков фрешанул хит Сверидовой, пусть даже и без таких экстравагантных выходок. И в ближайшее время наш аудиопоток будет развлекать вас околомузыкальной беседой в радиоверсии, сокращенной до 15 минут, в формате полного подкаста на vk.com.ru. Сайбер, ну, как получится, а потом гостевой микс, который подготовил фил для вас и без лишней болтовни. Но сейчас у нас есть о чем поговорить. И немного нумерологии для начала. Теория 27. Теория 27. И вот твоя теория номер 27, кажется, получилась наиболее удачной по сравнению с 26 предыдущими. И о себе ты пишешь максимально лаконично. Minimal Tecna from Russia. Расскажи чуть больше, пожалуйста, какие твои доказательства? Ну, на самом деле, уловил ваш юмор. Для меня значение это символично, потому что я начал писать музыку в доме 27, где по странному стечению обстоятельств провела молодость моя мать. Я с детства интересовался электроникой, но писать сам начал только там. Поэтому для меня эта цифра как некий символ. Это еще одно геоурбанистическое привязка, точно так же, как Раумская называет свой проект. По названию улицы, откуда он родом. Интересно, да. По крайней мере, это никак не связано с клубом 27, как мы вначале испугались, да? Это те самые... Нет, нет, это другая история. На самом деле. Ну и слава богу. Такой вопрос мне уже задавали. Да, я слышал об этом, но это совсем иная история. Лучше жить и творить дальше, чем, в общем-то, умирать. Капитан очевидности. Это точно, согласен. ВКонтакт показывает твой новый трек в редакционном плейлисте Технорейв и указывает похожего на тебя музыканта Оливера Хантемана. Но в целом мы несчастно встречаем твое имя в соцсетях и различных активностях. Как я вижу, ты ведешь такой достаточно скрытный образ социальной жизни, твой профиль закрыт. Ты сознательно избегаешь такой чрезмерной публичности или это нехватка сил на промоутирование самого себя? Да, вы все верно заметили. На данном этапе больше концентрируюсь на развитии своего почерка, даю малой информации, хочу, чтобы за меня все-таки говорила моя музыка. Это подход такой немножко олдскульный, что ли? Как можно меньше давать о себе информации, чтобы у всех появился какой-то интерес? Но мне кажется, что это может сейчас не работать, потому что музыкантов много, и наоборот, надо всех заливать информацию о себе, крича буквально в каждый рупор. Возможно, это так, но в данный момент, наверное, ставлю другие цели. Больше сделать качественного материала, а не заявить о себе. Почти как банки деньги любят тишину. Как творческим людям вообще себя вести в соцсетях? Как найти этот самый баланс, чтобы, с одной стороны, о тебе знали, но, с другой стороны, не быть задавленным всей этой инфошумихой? Ну, наверное, вопрос в том, какие каждый ставит себе цели. Презентовать, конечно, себя нужно, но личное пространство для творчества должно оставаться. Это факт. А вообще, излишнее присутствие некоторых музыкальных продюсеров, оно не раздражает? В целом, нет, я особо не слежу за этим. Я больше направлен сейчас на свое дело. Это дело каждого. Свое дело ближе к телу. И как раз сотрудничество с лейблами. Есть начало иностранными. В мае этого года твой трек «Exclusion Zone» вышел на парижском лейбле «Curiosity Music». А расскажи, чем милее была для тебя парижская земля, парижский звук? Что это вообще за ребята? Как получилось выйти на них? Какой профит тебе дал релиз именно у них? За исключением, конечно, того, как круто это звучит. И мы сейчас говорим об этом с тобой. Ну, это был интересный опыт работы с иностранцами. Они очень серьезно подходят к выпуску и к промо, к релизу. Их менеджер Свон Ди Сами довольно известный уже артист. И имеет собственный фестиваль. Название, правда, не помню, могу сказать сейчас. Было приятно, что такие люди оценили мой материал. В целом, отношения, думаю, складываются от того, какая у вас музыка, а уже потом от умения взаимодействовать. Нужно верить в себя и действовать, не стесняться. Франция — это не самая очевидная страна для продвижения себя как техно- и минимал-музыканта. Вот Германия, я понимаю. А что такое Франция? Франция — вот это вот все. La vie en rose. Ну да, у них такой более мелодичный стиль, на самом деле, на лейбле. Также я сотрудничал с немецким Tripicot. Вот у них как раз более такое серьезное минимал-направление. Но я думаю, на данном этапе мне сейчас интересно было бы показать себя и в разных странах тоже. Ничего плохого в этом не вижу. Что мне, как начинающему музыкальному продюсеру, допустим, я написал «Супербэнгер» минимал трек. Я открываю ноутбук и пишу «Бонжур». Как мне начать себя продвигать из-за границы? Гуден так. Как я уже сказал, за вас расскажут ваш материал. А так нужно, конечно... Но твой опыт конкретно? Как ты делал рассылки, искал совместных знакомых? Или просто отправил демо, и они такие «Вау!» Ну да, практически так и было. Ну, конечно, искал по более подходящему звучанию какие-то лейблы. Ты, да, уже делал рассылки на то, что мне больше подходило. Вкратце писал о себе, как это принято. И рассылал демо, да. Как рассказывают коллеги, с которыми я общался, простые такие холодные рассылки иногда работают. Как заграничные лейблы относятся к нашим российским музыкальным продюсерам? Есть какие-то предубеждения или наоборот? Кто-то любит тот самый знаменитый русский минимал звук? Все зависит от того, что вы присылаете, конечно. На самом деле отношения ко всем людям, я думаю, что одинаковые. Предубеждений никаких нет. Если у вас будет подходящий материал, то вас с удовольствием примут и будут сотрудничать. Сейчас вообще уровень российских артистов растет, и я это наблюдаю. Их количество растет тоже. Поэтому мы на верном пути, думаю. Отлично. И ты установил прочное сотрудничество с российским лейблом «Фигура Мьюзик», который возглавляет наш хороший друг и давний партнер Павел Хвалеев. И «Фигура» позиционирует себя как техноиздательство, однако сам Павел пишет в основном современный мелодичный прогрессив. И, кстати, буквально на днях там вышла прогрессивно-мелодичная новинка от нашего друга из Казани, Расима Фасихова, которую мы презентуем в первом части нашего шоу в основном блоке. И как вообще складывалось это сотрудничество с «Фигурой»? Я познакомился с ними больше года назад где-то. Приятно то, что «Фигура» вообще развивает культуру электроники в России. Это здорово, я считаю. Кстати, сам Павел, он оформляет обложки к релизам, что у него тоже здорово очень получается. Помимо того, что он отличный музыкант. Талантливый человек во всем талантлив. И передаю ему привет, конечно, и Паше, и Ивану. Самое главное, что он еще и успевает это делать. Нина Кравец недавно выпустила сингл «Скайскреперс». И это фактически поп-песня с ее вокальной партией, даже с радиоэдитом и даже не трек. И вот многие технолейблы, в том числе российские, как-то вот стыдливо что ли переформатируются, говорят. Мы подросли и повзрослели, и теперь больше за экспериментальную электронику. К тому же, когда нет оффлайновых вечеринок, где весь этот грохот производит сильное впечатление на мощном звуке, людям как-то странно слушать вот эту монотонную условную долбежку, да, тихонечко дома. Что ты думаешь об эволюции техно в постпандемичную эпоху? Конечно, пандемия много на что повлияла. Эволюция направлений, стилей — это, наверное, бесконечный процесс. Но я думаю, самое главное, если музыка затрагивает какие-то струны души, она найдет отголосок в других людях. Вот этот момент важно сохранить. А куда уже трансформируется направление, это как раз и интересно будет наблюдать. Ну как же так? Теряется вот то самое каноническое звучание. Как-то такое впечатление, что множество технопродюсеров, они пошли на поводу публике, которые уже не ходят на большие мероприятия, и им надо что-то помягче, да, что-то поинтереснее. И они такие оп-оп, спою-ка я песню, подумала. Кравец о любви. Как к этому относиться вообще? Нина, что же ты делаешь, Ниночка-то? Что же стало с Ниной, да? Да, что же стало с Ниной? Ну, мода цикличная, поэтому сегодня у нас такие тренды, завтра вновь вернутся другие. Поэтому в любом случае хорошо, то, что творчество становится более обширным, скажем так, появляются какие-то новые течения, новые стили. Вот, это интересно наблюдать, поэтому я лично никогда не осуждаю, когда вижу какие-то новые веяния. По мне это даже здорово, это творческий процесс. Поет и поет. Самое главное, чтобы красиво... Главное, чтобы ей нравилось. Да, главное, чтобы ей нравилось. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу «Премикшер русской кибернетики» у нас в гостях музыкальный продюсер Фил Дементьев из проекта «Теория 27». Я сейчас нахожусь в Москве, Фил, в Санкт-Петербурге, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. И электронные музыканты, мастера усложнять свой репертуар на сцене, как-то его переосмысливать, делать какие-то оркестровые ремейки. И есть много примеров от того же Ларана Гарнье и Пола Ван Дайка. Есть и более близкий недавний пример, когда Федук и Крем Сода, та же самая, записали Бенгер. В оригинале это был, как мы помним, модный фанк и дип-хаус, но в концертной версии превратился чуть ли не в эстрадное выступление Леонида Агутина в контексте переосмысления роли минимал-звука на современной сцене. Есть ли у тебя план по внесению каких-то лайф-элементов в свои выступления? Может быть, больше шоу, больше видеоинсталляции, больше света, вот этого всего магического? Да, конечно, расширять свои возможности хочется и нужно. У меня есть некоторые идеи по созданию видеоряда в совмещении, может быть, уличной культуры с музыкальной. Но об этом я бы позже рассказал, потому что это пока что в качестве идеи только зарождается. Насколько велик потенциал у техно- и минимал-музыканта в лайф-выступлении? Потому что одно дело, когда у тебя что-то такое более эстрадное, да, и у тебя там можно и на пианинке поиграть, в скрипочки подергать струны, а тут-то что делать? Многие минимал-музыканты представляют свою музыку посредством лайва, и это очень интересно наблюдать на самом деле. Ну, вот это такая творческая работа в потоке. Я пока подхожу к созданию музыки больше с классической стороны, но почему нет, можно это попробовать со временем. Жду вокальных треков. Ну, не обещаю, что буду петь, хотя Нина Кравиц, возможно, тоже не думал об этом. Да, да, есть довольно такое известное высказывание, сформулированное разными людьми в разное время, и обобщенно можно его проговорить как «экономика в упадке, культура на подъеме», ну, соответственно, наоборот. Экономические трудности сейчас и прочие неведомые ограничения мы ощутили буквально все. Чувствуешь ли ты какой-то такой культурный подъем, например, в своей музыке, у других авторов, которые тебе интересны, и вообще, что происходит у твоих коллег? Да, у нас вот есть небольшое комьюнити единомышленников, где мы обмениваемся опытом. Так-так-так, секретный чатик. Да, что-то типа такого. Ну, с этими людьми я довольно долго уже поддерживаю связь. Приятно, конечно, видеть, как растет их уровень, как растет мой уровень вместе с ними. Каждому артисту не помешает такой опыт. И это, кстати, не только артисты из России, также есть из Украины, из Белоруссии. А какие-то примеры можешь привести для домашнего прослушивания? Ну, вот, например, с моего города есть талантливая девушка Елена под псевдонимом Иксидия. Вот, она также выпускалась со мной на немецком Трипикот. И среди нашего комьюнити тоже есть ребята оттуда. Там, например, Станислав Скай. Может быть, слышали такого парня? Нет, нет. Вот, он из Украины как раз. Ну, еще услышите, я думаю. Да-да-да. Это интересные ребята. Будем искать и обязательно слушать их музыку. Авторитетное издание Pitchfork сообщает буквально недавно, что доходы от продажи винила в этом году превысят 1 миллиард долларов, а в прошлом году они достигли отметки всего 600 миллионов. И вот этот самый спрос на тиражирование винила превышает доступные мощности в 5 раз, кто бы ожидал. И ожидание готовых пластинок растянулось буквально на 8-10 месяцев. И, естественно, крупные лейблы даже приплачивают заводам, чтобы протолкнуть свои тиражи пораньше и отодвинуть маленьких заказчиков в конец очереди. Даже у меня есть собственный случай. Я сделал предзаказ пластинки Pixel Lord 99%, и я уже 3 месяца практически жду ее. Алексей сообщает, что никак не может дождаться тиража. Но что ты вообще думаешь по поводу физических носителей? Весь этот ажиотаж. Есть ли какая-то цель самому издаться на виниле? Да, конечно, это интересная мысль. Считаю все равно, для того, чтобы это сделать, нужен хит и какой-то яркий трек, который запомнится 100%. Может быть, скромничаю в каком-то смысле, но хочу сделать для начала больше качественного материала, прежде чем думать об этом. Ну, конечно, физические носители — это другой уровень в чем-то. Было бы приятно. Есть такое предубеждение, что на пластинке музыка звучит примерно лучше, чем на цифре, что ли? Да, я слышал про это. Ну, и действительно, одно дело, когда музыка находится в цифровом пространстве, и другое дело, когда она в руках у человека, когда она может долгое время храниться и так далее. Ну, это какой-то фитиш. Да, это все равно, что бумажная книга и электронная. Разница очевидна, я думаю. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, опосредована через нас. И смысл такой, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от представителя иркутской музыкальной группировки «Усин Продакшн». Это саунд-дизайнер и организатор мероприятий Илья Ашурков. Вопрос звучит так. Куда двинется клубная культура России в ближайшем будущем? Интересный вопрос. Дискуссион. Приятно то, что клубная культура у нас довольно разнообразная. Я сам любитель посещать клубы и наблюдаю это все собственными глазами. Наверное, в связи с пандемией многие будут больше делать акценты на стримы, на онлайн какое-то вещание. Но надеюсь, что с новой силой и клубная индустрия вновь заработает. Есть мнение, что клубная культура как-то подугасала еще до пандемии, а, собственно говоря, эти события просто довершили дело, потому что людям надоело танцевать, а не хотят просто пританцовывать и двигать плечами. Ну, тем не менее, наблюдал это собственными глазами, что люди-то на самом деле соскучились по тусовкам. То есть вот они, приходя на какие-то крупные даже мероприятия, по ним видно, что люди соскучились по тусовкам. Поэтому я не думаю, что они хотели бы сидеть дома. Все-таки крупных событий каких-то давно не было, и этого не хватает. Обзаводимся QR-кодами и вперед в ночь. Озвучит не очень, конечно. Да, озвучит так себе, конечно, крипово. Ну что ж. Новая реальность. И чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, волнующий вопрос нашему следующему гостю. Какие стили вообще преобладают сейчас в России? И за какими будет будущее? На что будет мода русской электроники? В этот момент я вспоминаю традиционные отчеты Яндекс.Карт, когда они на карту России наносят предпочтение жителей России. Например, кто с чем любит есть окрошку в Москве с квасом, на севере с кефиром. Так оно и в музыке происходит. Да, так оно и в музыке. Кто где какую рубит окрошку, и где кто что слушает, спросим у следующего гостя. А сейчас у нас последний традиционный визионерский вопрос. Как думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать лет так через 20? Конечно, сложно представить. Мода циклична уже. Возможно, услышим мы что-то знакомое, может быть, даже классическое. Но в более современном представлении, как это происходит, мне кажется, что электронная музыка никуда не денется, и она будет существовать точно. Хорошо. А в каком виде, это уже посмотрим. Да, мы уже давно перестали плакать над техно, и пришли другие времена. Переоценка ценностей, поиск новых направлений, окна возможностей до сих пор открыты достаточно широко, поэтому вполне последние смогут стать первыми, и минимальное звучание, господствующее на большой сцене, ищет новые пути знакомства со своим слушателем. Ну а русская кибернетика в лице нашего гостя, Фила Дементьева из проекта «Теория-27» представит вам такую возможность. Не попробовав, не поймешь. Поэтому прошу всех на дегустацию в следующий час, если вы слушаете нас в FM, либо дальше в потоке, на всех музыкальных сервисах и на нашей базовой странице vk.com.ru Спасибо тебе, Фил, за беседу. Спасибо, приятно было пообщаться. Друзья, спасибо, что интересуетесь современной электронной музыкой России и русскоговорящих стран. Благодарим вас за внимание к интервью подкастам и эфирам национального клубного проекта «Русская кибернетика». Мы будем рады вашему отклику, пожеланиям и рекомендациям, кого пригласить в гости в следующие выпуски. Кстати, на сайте russiansyber.net есть удобная форма, чтобы отправить нам музыку. Также вы можете оформить ежемесячную подписку vk.donut, чтобы финансово поддержать наш проект. И, например, приобрести наш мерч, виниловые пластинки или флешки. Сегодня для вас работали Александр Киреев и Евгений Свалов. Формал. До встречи на следующей неделе. «Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. «Русская кибернетика» о самом новом и значимом российской электронной музыке в еженедельном радио-шоу и подкасте. Радио-шоу и подкасте. Радио-шоу и подкасте. Радио-шоу и подкасте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова